Значит, да, так я подхватываю эту историю. На том месте, на котором она закончилась Вероника пришла ко мне и предложила поговорить о базах данных с рекрутерами, с headhunter. У меня очень длительный опыт. Я немножко, да, немножко надо сказать о себе сначала. Вот. Значит, вот и я в балете уже достаточно долгое время. И тоже это не история про… То есть это история как последовательного роста, да, когда человек начинает разработчиком, потом он становится ведущим разработчиком, потом он становится тем лидом, потом он становится… начинает лидить уже тимлидов, да. И вот за это карьерный опыт мне приходилось много работать с людьми, много работать с HR-ами. Естественно, у меня тоже накопилось много боли, которую я не примену воспользоваться и с вами со всеми здесь поделиться. Вот. То есть когда мне предоставился такой шанс, я думаю, ну вот, это оно. 17 лет. Да, сейчас я вам все расскажу. Значит, какое отношение я имею, собственно, к теме, к теме баз данных. Базами данных я занимаюсь профессионально 15 лет. Есть такая баз данных MySQL. Кто слышал про MySQL? Кто-то слышал, да. Много кто слышал. Я пришел в MySQL в 2003 году ведущим разработчиком и ушел оттуда тем лидом. Это было в 2010. То есть это одна из самых популярных баз данных, и я, в общем-то, горжусь тем, что приложил к ней достаточно такое серьезное участие. Сейчас в Mail.ru я делаю уже последние 7 лет. Прочти. Не работает, да, указка? Она на этом экране не видна. Вот я уже 7 лет здесь делаю нашу базу данных. То есть в каком смысле она наша, да? Она, это баз данных, написанная с нуля в компании Mail.ru, но при этом она с открытым исходным кодом. Мы поговорим про то, что такое открытый исходный код чуть-чуть позже. Но это означает, если кратко, то она доступна абсолютно всем, и много где эксплуатируется уже. Где-то бесплатно, где-то нам денежку платят. Вот. И она уникальна тем, что, ну, это что-то, что… Знаете, вот баз данных — это очень такая сложная история. И у нас есть какие-то баз данных, которые создавались еще в советские времена. Вот. А это вот первая постсоветская такая. То есть мы начали, наконец, создавать инфраструктурный софт самостоятельно, и я прикладываю к этому, участвую в этом непосредственно. Вот. Кстати, когда мы пытались как-то вообще соединить концы, потому что есть моя перспектива, есть перспектива рекрутеров, да? Я вообще не понимал, на каком уровне излагать. То есть как для компьютер-сайенс студентов, или как для кого. То есть я попробовал сделать этот доклад удобным для восприятия, и я бы хотел от вас обратной связи, постоянной. Потому что, ну, я пытаюсь излагать все какими-то терминами, доступными, в общем-то, леймен, да? То есть человеку, ну, обычно, ну, не очень в теме. Вот. И я придумал такие рыбки использовать для того, чтобы вводить какие-то аббревиатуры. Потому что мне начали... Вот первый вопрос, который мне задали, вот ты говоришь, база данных, база данных. Чем БД отличается от СУБД? Вот я на экранчике, посмотрите, все прочитали, что чем БД отличается от СУБД, да? Вот. И вот такие рыбки у нас будут встречаться. В целом способ взаимодействия у нас такой, что вы меня останавливаете в любой момент, троллите. Нормально. Выкрики из зала и так далее. Ничего страшного. У меня большой опыт выступлений. Я смогу с этим справиться. Ну, естественно, имейте совесть, да? То есть если вы видите, что всем остальным это неинтересно, это какой-то уже диалог между мной и вами, то, наверное, это не надо обсуждать по ходу. Но, в принципе, вопросы задавать можно в любой момент, останавливать можно в любой момент. Если я начинаю загоняться, например, то тоже можно как-то на это намекнуть вопросом. То есть вот такие примерно правила игры. Значит, по времени и по плану встречи мы попробуем, я не знаю, как пойдет, мы попробуем уложиться в полтора часа с перерывом. Вот. Возможно, что пойдет гораздо быстрее. У меня 40 слайдов. По опыту 40 слайдов — это полтора часа. Значит, соответственно, план вы видите на экране. А, да, не работает. Мы сначала поговорим вообще про базу данных. И я подразумеваю... Вот смотрите. Здесь вы меня корректируете очень сильно, потому что я подразумеваю, что вы хотите об этом узнать. И я могу говорить об этом бесконечно, потому что это я 15 лет последним этим занимаюсь, и вот все, что касается топика, меня прям вот живо интересует. Вот. А вторая часть, собственно, она практическая. Как искать? Да? Почему теперь? Почему? То есть, чтобы не было каких-то историй, вот как бы везде же каждый человек есть какой-то интерес. И вот главный интерес мой уже в этой истории, он уже не только вот эта накопленная боль, которая как бы... Но это не продуктивный интерес. А продуктивный интерес состоит в следующем. А тарантл, как технология... Кстати, все, наверное, думают, что это такой паук, да? Да, да, это паук. Таран — это таран, инструмент тарана. Вот. Это одновременно и платформа, и база данных. То есть мы пытаемся в России создать сообщество специалистов, которые берут эту платформу, на ней делают технические решения. При том, что это сделано в Mail.ru, соответственно, рассчитано под самые высокие нагрузки. И, в общем-то, мы позиционируемся как такой... В общем, для огромных нагрузок, огромных объемов данных, OLTP-решение. То есть что такое OLTP, тоже поговорим. Кто знает, что такое OLTP? Ну вот вы узнаете на этом этапе, что такое OLTP. И я еще хочу, прежде чем начать... А вот здесь есть места. Да, замечательно. Вы знаете, да, вы всегда можете воспользоваться тем, что в начале есть места. Они есть практически всегда. Значит, давайте мы просто... Еще задание вопросов, кто здесь вообще рекрутеры? Вот для начала. Хорошо. А кто не рекрутеры? То есть есть некоторое количество не рекрутеров, а интересующихся. Теперь вот из рекрутеров. Кто нанимает специалистов по PostgreSQL? Ни раз, и ни два, и ни три, и ни четыре, и ни пять. Ну, я вижу где-то десяток. А кто нанимает специалистов по Oracle? Больше, да? Хорошо. А кто вообще... Ну, кто не нанимает специалистов по базам данных? Кому не приходится это делать? Несколько. А кто же все остальные? То есть я вижу где-то человек 10 по MySchool, человек 10 по Oracle. Давайте, выкрикивайте. Сфера? Тибера. Боже мой, несчастная. Давайте еще. Громче. Отвечательный вопрос. Болитый, часто им у нас болит голова, да? Человек начинает спрятаться, потому что он не часто болит. А у нас не часто включается, поэтому ты не поднимаешь внуки, не туда, не туда. Хорошо. Говорят мне из зала, что не часто приходится нанимать, но нанимать приходится. Но все-таки давайте назовем имена. Вот моя задача сейчас — это назвать бренды. Я услышал бренд PostgreSQL, Oracle, Tibera, MySQL, MongoDB, Cassandra, Microsoft SQL Server, Vertica. У кого Vertica? Хорошо. Это, наверное, вы из Авито пришли, да? Из агентства. Тибера, Vertica. Я еще хочу. MariaDB — это MySQL. Aerospike. Еще. Но это разработчики. Вот вы сейчас и когда говорите Vertica, Aerospike — это разработчики. А мы, как бы, понимаете, вот у меня, забегая вперед, я скажу, что 99% современного ПО работают с базами данных. То есть вот нанимать человека, который специалист по базам данных, это практически любой программист в той или иной мере должен быть специалистом. Вопрос в какой? То есть мы сейчас этот метап, я, по крайней мере, подразумеваю, посвящен DBA и девелоперам, database девелоперам. То есть это конкретные две ниши людей, которые полностью работают с базами данных. Вот таких людей по каким продуктам приходилось нанимать? Мы исчерпали список, да, будем считать? Кассандра была такая уже. САС? Боже мой. Так. Да, нет, ну вот с Тиберой самые несчастные. Что? Кронос? Фаерберт. Ладно, хорошо, поехали дальше. Значит, мы не... Смотрите, к чему был этот вопрос. К тому, что, ну, это как с больными, да, вроде они все больные, но они все больные по-разному, да? Вот. И дать вам общего совета мне, наверное, не получится, заранее говоря, но я попробую как-то расширить кругозор, для того, чтобы, может быть, было полегче. Поехали дальше. Значит, вот еще одна рыбка, рыбка называется SQL, кому знакомо это слово? Всем, да? И все, наверное, интуитивно понимают, что база данных с OBD делает, да? То есть она позволяет, вот я написал в определении, она позволяет сохранить информацию, ее искать, да? Почему появляется язык SQL? Там миллион причин, но одна из главных причин — это то, что SQL позволяет на человеческом языке с базы данных общаться. И задоливировав это счастье, он становится стандартом, кучей диалектов, который просто, ну, доминирует сейчас, доминирует последние 40 лет на рынке с OBD. Но для того, чтобы понять, как вообще все это устроено, мы как раз будем говорить про SQL, про NoSQL, что такое NoSQL и так далее. Вот прежде чем об этом мы поговорим, мы вот такой краткий экскурс в историю я быстренько так натаскал, потому что, как бы, смотрите, это все возвращается к вопросу о том, какие базы данных бывают. Вот вы можете попасть вот в крупные, там, 70% баз данных, так или иначе, связанных с SQL, а можете работать с экзотикой. И вот мы, как бы, виды экзотики, разбор видов экзотики у нас займет очень много времени, поэтому мы что сейчас делаем? Мы сейчас, в принципе, покажем, какая экзотика бывает, а потом сфокусируемся на главном тренде, на SQL. Значит, что происходит с точки зрения истории? Вот смотрите, в 70-х, когда компьютеры очень большие, да, вообще понятия администратор баз данных отсутствует, потому что, ну, есть компьютер-сайентисты, и вот ученые, они, как бы, умеют работать с компьютерами, а все остальные люди, нет профессионального рынка труда, он не формируется. Вот на этом этапе есть ряд припаритарных технологий. Что такое припаритарные технологии? Всем понятно, да? Нет. Значит, ну, проприетарная технология подразумевает, что так или иначе вся экосистема, связанная с этой технологией, находится у вендора. То есть, вот вы разрабатываете решение по хранению информации, вы же его обслуживаете, вы же предоставляете специалистов и так далее. Вот, ну, со временем этот термин начинает постепенно размываться. Вот, допустим, сейчас Oracle тоже считается проприетарной технологией, хотя Oracle это стандартная, поддерживает SQL-стандарт и так далее. Но есть проприетарная это то, что у вас так или иначе вы очень сильно завязаны на вендора. Вот, и вендоры предоставляют свои технологии, каждый бьет себя пяткой в грудь и говорит, что моя база данных самая лучшая, самая эффективная. Кстати, это продолжается на протяжении всего этого времени, да, но тогда в особенности. И здесь вот определенная роль компании IBM, которая была лидером всегда в стандартизации. Вот, что бы ни говорили, IBM многократно на протяжении своей истории, понимаете, капитализм очень сложно как-то на путь стандартов наставить. Потому что стандарты, это вот как, вы знаете, вот эти USB кабели, да, они каждый, до тех пор, пока Еврокомиссия не приняла этот закон, что у всех должен быть один разъем, каждый невыгодно, да, с точки зрения капитализма. Вот, и IBM у них многократно получалось, и получилось это следующим образом. Было там в лаборатории работали два ученых, которые предложили в первую очередь абстрагировать, это называется, модель данных от модели реализации. То есть, что это значит? Они сказали, что, ну вот у вас есть эти файлы, там, какие-то записи, какие-то штуки, связанные с железом, да, как это все хранится. Оно может храниться упорядоченно по одному, одним способом упорядоченно, по другим способам. А мы сейчас вот это все скроем от пользователя и предоставим ему простые таблицы, с которыми он работает. То есть, как эти таблицы внутри устроены, неважно, да. Это так называемая реализационная модель. Вот здесь вот история вообще начинается с реализационной модели кода. Вот. Дальше появляется первое решение IBM, которое реализует реализационную модель. Дальше появляется компания Oracle, как одна из машин, хотя на тот момент было очень много решений, то есть это скрыто. Но все они начинают крутиться вокруг реализационной модели. Здесь очень многое скрыто. А дальше происходит следующее. Вот мы в реализационной модели живем до 90-х, и в 90-х другой ученый, его зовут Майкл Стоунбрейкер, говорит, что возникает бум объектно-ориентированных языков программирования. Мы сейчас поговорим про разницу более подробно о реализационной модели объектно-ориентированных языков. Ну вот, это просто мода становится. Все становится объектно-ориентированным. Что это значит, я чуть позже расскажу. И возникает объектная модель. И появляется несколько объектных баз данных, в том числе ранний Postgres был исключительно объектным. То есть это уже скорее для специалистов прикольно знать его прошлое. Но для рекрутеров, мне кажется, очень важно знать, что весь этот хайп погибает к 2000 году. То есть представьте себе кучу решений. Вот до нас докатилась каше базы данных. Никого не приходилось принимать для базы данных каше одному. Человеку. Они были изначально, они выросли из объектного мира, сейчас они называются NoSQL-базда. До 2000 года это все стихает. Потом небольшое затишье. В 2008 году выковывается термин NoSQL. То есть смотрите опять, говоря о терминах, что такое NoSQL-базда. Нет SQL-базда. Нет войне. Любой термин, который через отрицание чего-то, он по определению размыт. То есть ты определяешь его не через самого себя, не через вещь, которую он определяет, а через отрицание чего-то. И мы здесь тоже видим вот этот взрыв. Так как человек, который составлял диаграмму, извините, я натаскал, он верил в то, что это все актуально и важно, наше настоящее. Он очень подробно этот взрыв расписывает. У нас появляется множество баз данных, там аэроспайки всякие, динамы, тарантул в том числе. То есть появляется окно возможностей для инновации. С чем оно связано? Причем NoSQL, сейчас расскажу, чем связано, чуть позже. NoSQL появляется как хэштег в метапе. То есть вот такой вот был метап в долине. Несколько людей пытались обсудить, как вообще решать проблемы хранения данных, масштабирования баз данных. И они назвали это NoSQL, потому что, в общем-то, они ничего другого придумать не могли. Потому что на SQL баз данных у них ничего сделать не получалось. И вот эта вот боль тоже, вроде как индустрии с УБД 30-40 лет на тот момент, а ничего не получается сделать. Почему не получается? Данных слишком много, SQL баз данных не справляются, нужно придумывать что-то новое. И это как пошло в народ, и все продукты, которые... Вот представьте, вот индустрия, это же бизнес, да, большие деньги. Я покажу график, на сегодня 52 миллиарда долларов, индустрия баз данных. А базы данных — это маленький кирпичик в индустрии обработки данных, который еще больше. То есть, если вы возьмете еще даты виртуализацию, господи, что же там еще бывает? Ну, короче, если включить еще целый ряд смежных индустрий, то там под 100 ярдов долларов ежегодно продаж продуктов. И в этом смысле конкуренция бешеная. Соответственно, вот несмотря на то, что в этом рынке такой огромный объем денег, он не решает каких-то насущных проблем. Проблем, да, проблем Фейсбука, я это так назову, да, проблем Mail.ru. И вокруг этого появляется куча новых решений. Взрыв, значит, в этот взрыв попадают все, кто был так или иначе недоволен статусом КВО. Да, то есть это не только проблема Фейсбука. Мы сейчас вот про это тоже увидим, что это графовые базы данных, вот объектные базы данных получают вторую жизнь. Это какие-то новые модели, значит, данных типа White Column Store. Сейчас эта модель уже умерла. Поехали дальше. И, а, нет, не прежде чем поймать дальше. Вот, и все это сейчас уже, к 2018 году, умирает снова. И снова возвращается в SQL. То есть, чтобы вы понимали, что будущее, оно выглядит примерно так в мире баз данных. Что и SQL, и SQL, и SQL. Вот, и, значит, что еще мне хотелось бы здесь показать. Дайте я забегу чуть-чуть вперед. Извините, спойлер. Где же это мой слайд любимый? Спойлер. Видимо, в... Ну, зато вы увидели, в общем, что вас ждет. Да. Значит, смотрите, еще есть важный термин. Почему я не нашел слайд, я к нему вернусь. Термин Big Data. Кто знаком с термином Big Data? Все, да? Big Data и база данных, это одно и то же или нет? Вот я, к сожалению, не могу быстро... А почему не одно и то же? Кто? Ну, кто? Big Data инженеры и база данных? Там данные, тут данные. В чем разница? Неструктурированные, так. Неструктурированные данные. Неправильно. Забудьте, вы это не слышали. Что? Большие данные. Мои данные больше ваших данных. Значит, да, вот тоже такой термин. Смотрите, с NoSQL очень интересно. Термин мутировал из NoSQL как НетSQL в NotOnly SQL. Big Data термин, возникший как, да, тоже история про данные, которые невозможно обработать традиционными технологиями. Те, которые присутствуют на сегодня на рынке. Что такое традиционно, скрипач на крыше и все такое. Значит, вот, то есть это тоже термин отрицания. Но правильное определение Big Data как термина — это предиктивная и поведенческая аналитика. То есть это способы и методы работы с данными, которые позволяют делать предиктивный поведенческий анализ. То есть вот тут надо понимать, что мы делаем с данными, да? То есть и вот эта история, что мы делаем с данными, она постоянно меняется. Вообще наш взгляд… Вот тут мы подходим к следующему слайду из, значит, стека. То есть смотрите, наш взгляд на данные, он постоянно меняется. То есть вот если посмотреть на историю не с точки зрения хайпа, да? Вот вообще есть миллион способов рассказывать историю. Но если посмотреть на это с точки зрения девелоперского сообщества, как девелоперы видят историю, если вы спросите девелопера, а вот как развивались базы данных? Он скажет, ну вот сначала были иерархические, потом были реляционные, потом были объектные, потом были документные, но SQL, а потом вот сейчас вот он, возможно, вам не скажет, что возвращается SQL. То есть он видит разработчик, видит историю, видит себя в этой истории, как, условно говоря, есть нечто старое, традиционное, и есть как бы новое правильное. И вот что такое новое правильное, я пытаюсь сейчас рассказать. Вот смотрите, мы смотрим на данные… Представьте себе, вот здесь написано, что изначально первые базы данных появлялись как имитация нашего реального мира. Библиотека Вавилона, да? То есть вот как устроена картотека в библиотеке? Представляете, да? Есть куча полок с книжками, и то, куда вам нужно идти, есть в картотеке. Да? Как? Адрес фактически книжки. То есть задача картотеки — это ускорить навигацию, ускорить поиск. Какие есть, соответственно, функции библиотеки? Это выдать книжку и вернуть книжку, да? То есть задача — сократить пешеходный маршрут библиотекаря. Теперь, смотрите, другая история. У нас есть каталогизация по разным принципам, да? То есть мы можем по алфавиту, по году издания, по теме. Вот. И в свое время даже была целая… Я помню, когда я занимался информационно-посковым системой, это называлось фасетной организацией. То есть вы можете… Сегодня это называется тегами, да? Вы можете как-то атрибутировать один и тот же объект разными тегами. И вот изначально первые базы данных, которые появились, они были устроены, условно говоря, как библиотека. То есть ты заходишь туда, вот буквально операционист, который работает с базой данных, он делал следующее. Он сначала находил индекс, открывал индекс, позиционировался на определенную позицию в индексе, потом от индекса переходил в нужный массив, в сторидж массив, как вольюм это называлось, допустим, да? Вольюм — это том. Открывал том, и там что-то находил. Вот. Это, в принципе, иерархический подход к навигации. То есть навигация от начала к глубине. Дальше появляется следующая идея. Эта идея заимствована из бухгалтерии. Вот я здесь указываю... О, у меня заработало, но не на экране. Замечательно. Гроссбух. Кто знаком с бухгалтерией вообще с принципом двойной записи? Вот здесь есть у меня картинка для... Что-то у меня не то со слайдом. У меня перемешано все к тертой матери. Вот, гроссбух. Значит, кто знаком с принципом двойной записи? Дебит, кредит, да? То есть, смотрите, в отличие от книг, здесь и от библиотеки, здесь информация представлена в каком-то странном виде. То есть, с одной стороны, появляются... С одной стороны, есть счета, да? И счета — это достаточно виртуальные сущности. С другой стороны, информация представлена в каждом счете, она как бы дважды. Есть дебит и кредит. То есть, вот идея реляционных баз данных, идея таблиц, это идея, взаимствованная в первую очередь у банкиров и ритейла, да? У бухгалтеров. То есть, у людей... Это уже не реальный мир, а это уже такой информационный мир. Понимаете разницу? То есть, мы работаем не с объектами реального мира, а с отношениями между объектами. Здесь у меня есть картинка для привлечения внимания. То есть, отношения, вот relation, реляционное, вот чтобы осознать философию этой истории, relation — это отношения. То есть, у нас с вами есть какие-то отношения. Объекты, а мы фокусируемся на отношениях. Вот, значит, теперь смотрите, какая штука. Выясняется, что вот это, в принципе, более-менее фундаментальный взгляд на вещи. То есть, мы можем на каждую вещь смотреть как на ее значение или как на что-то наполненное жизнью, имеющее идентичность. То есть, для вас человек может быть личностью, а может быть рядом цифр. И вот этот философский подход к структурированию информации, он и находит отражение в реляционных баз данных. В реляционных баз данных они смотрят на, ну, не на объекты, а на их отношения, то есть на то, на характеристики этих объектов, как они между собой коррелируют. Вот, в связи с этим появляется целый термин, который называется нормализация. Нормализация — это как раз разбиение каких-то сложных структур на части. То есть, опять же, смотрите, вот я могу не углубляться в эту тему, но мне были даны вводные, что стоит это рассказать. Интересно рассказывать, да? Продолжать? Да, значит, нормализация выглядит примерно так. Вот у вас есть тот же паспорт, да? Вы паспорт можете представить в базе данных как отдельный документ, условно говоря. Это будет документная модель. Значит, а вы можете сказать, что паспорт имеет номер, и это его главный идентификатор, а в нем есть персональные данные, и это отдельная отношение, отдельная таблица, в которой хранятся все персональные данные. Есть адрес, и это отдельная таблица, в которой хранятся все адреса. И они как-то между собой взаимосвязаны. Это процесс нормализации. Какое вы от этого получаете преимущество? Вот представим себе, что у вас есть колонка «Дети». Ну не колонка, но вот это в паспорте, запись о детях. Если вы храните два паспорта, у вас родился новый ребенок в семье, вы должны в два паспорта сделать запись, корректировки, да? И, соответственно, когда вы осуществляете поиск, да, чей ребенок, вы находите эти два паспорта. Теперь вы ищете по паспортам и находите эти два паспорта. Теперь, если у вас информация нормализована, то «Дети» — это некая единая таблица, в которой хранятся все дети, всех вообще родителей. И там просто указан номер паспорта родителя. И когда у вас появляется… Или два номера паспорта, если два родителя, да? Ну понятно. Значит, и когда у вас появляется, условно говоря, новый ребенок, вы делаете запись один раз. Вот похожим образом, например, выглядят же там товары в магазине, потому что в магазине товары представлены во многих экземплярах. Есть товары на складе, есть товары в корзине покупателя, есть товары в ордерах на закупку. Это все товары. Но у вас, если товар представлен единожды в базе данных, а все остальные сущности на него ссылаются косвенно, это нормализованная ситуация, и у вас информация хранится в меньших копиях, ее проще, ей проще управлять. Вы, например, можете делать при нормализованном подходе, вы можете, что называется, крутить вашу модель. Что такое крутить модель? Вы можете смотреть на ваши данные с разных точек зрения. То есть, допустим, вы хотите движение средств по счетам. Это одна точка зрения. Вы берете, условно говоря, таблицу счетов, таблицу движения средств, из нее делаете какие-то группы и вычисляете результат. Вы хотите движение средств по контрагенту. Вы по-другому смотрите, получаете опять же это движение средств, но уже сфокусировано на конкретном контрагенте. За счет того, что все сущности в базе данных хранятся один раз, она может вам однозначно и непротиворечиво дать ответ на этот вопрос. И обновление опять же этой информации происходит просто, потому что вы ее обновляете в одном месте, когда вы добавляете то или иное сущность. Но вот этот подход противоречит нашему интуитивному восприятию, потому что процесс нормализации — это что-то, чему нужно учиться. И то, с чем он... Есть некая фундаментальная проблема даже этого процесса, потому что она связана с нашим... Вообще с тем, как человек мыслит и рассуждает. Знаете, я ловлю себя на мысли, что я совершенно не показываю вам те картинки. Да, и где же слайды? Ну, давайте я вернусь к ним. Я сейчас... Значит, смотрите. Вот в чем же состоит проблема вот этого нашего фундаментального восприятия? Эта проблема, опять же, в науке, скажем так, я не буду называть это наукой, потому что это компьютер-сайенс, это такая наука, значит, получила название «проблема экспозиции». Чтобы понять, что такое, нужно представить себе фотоаппарат и экспозицию фотоаппарата. Что за что отвечает экспозиция? Вы можете на чем-то сфокусироваться, можете отдалить фокус. Когда вы фокусируетесь на деталях, у вас подробная картинка, вы видите, условно говоря, вот бабочка, и она прорисована, каждый ее деталь. А вы можете, наоборот, сфокусироваться на переднем плане, и бабочка у вас будет на фоне. И вот вообще в архитектуре, в любой архитектуре, как бы есть эта фундаментальная проблема, как отразить требования человека к объекту архитектурному. То есть, сегодня мы воспринимаем, проще всего говоря, жилье. Сегодня нам нужна большая длинная деревня, а завтра нам нужен город с небоскребами. И вроде как в небоскребах жить неудобно, нужны лифты, но мы считаем, что это более удобно, чем деревня. Потому что у нас меняются требования. И вот то же самое с информацией. Мы смотрим на информацию определенным образом, ее нормализуем определенным образом, рассчитывая, что мы на нее будем смотреть с такого, с такого, с такого угла. А потом оказывается, что наша экспозиция была выбрана неверно. Со временем наше понимание ситуации изменилось. Ну вот, например, вы проектируете социальную сеть. У вас есть в вашей социальной сети, она ориентирована на знакомство. Соответственно, вы в профиле пользователя указываете пол, полосексуальную ориентацию. Ну, казалось бы, нормально, и вы заводите вот эту историю, что, значит, есть, можно выбрать полосексуальную ориентацию, и все нормально. Но потом вы, оказывается, что многое об этом мире не знали. И что на самом деле сексуальную ориентацию кнопкой выбора описать невозможно. То есть это не выбор, а это нужно набрать, грубо говоря, что я люблю, а что я не люблю, что мне нравится, что мне не нравится. Это гораздо более комплексная история. Вот действительно, вот это называется проблема экспозиции. Я надеюсь, так вы запомните. Значит, ну, извините, а теперь слайды. Да, значит, а теперь слайды про сексуальную ориентацию. Но, понимаете, да, то есть наше восприятие, тот же самый адрес, понимаете, вы можете, ваш адрес, вот если вы бюро там прописки, вот как это называется, паспортный стол, то вас адрес интересует исключительно целостно, да. У вас выбыл, убыл, и вам нужно вписать новый адрес. И вас интересует адрес как строка, некая, последовательность символов. А если вы уже почта, то вас адрес интересует совсем в другой точке зрения. Вас отдельно интересует индекс, отдельно город. И потому что у вас, значит, есть пересылочные пункты, и каждый пункт, он смотрит на свои вещи, да. То есть вот это называется проблема экспозиции. И из-за этой проблемы, в основном, на самом деле, хотя там множество было проблем с SQL-базами данных, но вот с философской точки зрения из-за этой проблемы возникают документные базы данных. И здесь вот у нас возникает эта картинка, то есть документные базы данных — это часть новой SQL-движения. То есть началось все с объектных, объектные трансформировались в документные. Вот, в общем-то, вот если объяснять, откуда пошли объектные базы данных, они пошли из-за того, что, значит, люди, так сказать, идеологи, идеологи технологические, они сказали, что с учетом того, что нормализовать данные все равно один раз и навсегда не получается, давайте мы будем по-другому подходить к анализу информации, к моделированию информации. Мы будем выделять сущности реального мира, объекты. Эти объекты вносить в базы данных. И когда у нас сущности реального мира меняются, это объекты и взаимосвязи, то есть тоже отношения между объектами, но сфокусированы уже в первую очередь не на нормализации, а на внешнем мире, то есть не на абстракциях, а на реальном мире. И вот здесь классический пример с бабочками. То есть на те же бабочки мы можем смотреть совершенно по-разному. Вот каждый из них может для нас представлять интерес как, допустим, представитель своего рода, как вот здесь это просто коллекция подобранная, красивая. Видите, коллекционер, он фокусировался на том, чтобы у него было здесь желтенькое, здесь там оранжевенькое, вот так вот все перекликается. И, наверное, здесь никакого смысла другого нет. А здесь уже он смотрит на это совершенно иначе. Очевидно, что это родственные какие-то бабочки в каждом ряду находятся. Возможно, что это разный возраст каждого представителя. То есть вот она рождается и взрослеет. Сложно сказать, но здесь определенно какая-то другая логика. И документные базы данных, они говорили о том, что фиг с ним, что у вас есть избыточность, то есть компьютеры стали большими, они могут все это прокачать через себя. Сохраняйте ваши объекты, не думайте об этом, пользуйтесь, в общем-то, поиском, если вам необходимо что-то найти. Но главное, организуйте объекты так, чтобы ваши сценарии, бизнес-сценарии работы с ними были удобными. Допустим, у вас есть тот же магазин, но в магазине есть эти товары. Когда товар помещается в корзину, вы можете взять все это описание товара и вместе с этим товаром поместить в корзину. Потому что товар — это объект, такой документ. Вот этот документ помещайте в документ под названием корзина. То есть появляется избыточность определенная. Документ с товаром хранится и в корзине, и в каталоге. Но преимуществом заключается то, что когда у вас все это нужно разместить на множестве компьютеров, вы можете не заморачиваться о том, чтобы каким-то образом поддерживать высокую связность между этими компьютерами. В том смысле, что вам не нужно обновлять, ну, вы не пытаетесь, у вас корзина, она может находиться на одном конкретном компьютере. То есть вы не пытаетесь, вот при нормализации у вас каждый, вот представьте себе, у вас есть эти товары, и вам нужно собрать пользовательскую корзину. Товары, скорее всего, находятся на куче компьютеров. И когда вы делаете чек-аут, вам нужно на эти кучу компьютеров сходить и описание товаров оттуда забрать. А если вы скопировали сразу документ в корзину, эта корзина лежит на том конкретном компьютере, который ответственный за обслуживание этого пользователя, и, соответственно, вам никуда ходить не надо, у вас корзина вот она, один запрос к серверу, и вы получили результат. Соответственно, вот эта штука, то есть документная база данных, они идут рука об руку с штукой под названием горизонтальное масштабирование. Вот смотрите, вот сейчас мы говорили по модели данных, да, а вот первый способ классифицировать назначение, это по, вернее, второй способ, прошу прощения, по способу размещения, горизонтальные либо вертикальные базы данных, горизонтальные либо вертикально масштабируемые. И вот noise call движение, для того, чтобы его понимать, это движение в первую очередь ориентированное на горизонтальное масштабирование, то есть они сказали, что традиционные базы данных не способны работать с большим количеством компьютеров, вместить большое количество информации. Мы придумаем базы данных, которые масштабируются горизонтально на сотни и тысячи узлов компьютеров, да, и придумаем модели данных такие, чтобы это работало все. Появилась документная модель, появилась noise call, появилась горизонтальная масштабирование. Вот примерно такой экскурс в модели данных, в их связь с noise call движением и в их связь с интернет-революцией, потому что вся эта штука, она возникла именно в интернет-революции. Теперь вы понимаете, что такое noise call. Теперь вернемся к тому, что я говорил, что все схлопывается, и все равно все получается SQL. Да? Все у нас возвращается в SQL. Что же происходит? Значит, те ребята из индустрии, они же не зря свои миллиарды зарабатывают, да, они сказали так, ребят, прекрасно, но мы будем поддерживать эти возможности тоже. То есть мы по-прежнему считаем, что революционная модель самая правильная, что она позволяет больше всего возможностей. Но если вы хотите, вот, пожалуйста, эти возможности мы для вас сделаем. И вот таким образом, соответственно, и происходит конвергенция на рынке. Вот сейчас, если посмотреть на тот же Postgres, там появляется поддержка JSON, Oracle делает real application clusters, так называемый, то есть горизонтальное масштабирование Oracle и так далее и тому подобное. И все noise call базы данных с другой стороны бегут с другого конца и добавляют SQL возможности. Вот за счет этого все приходит к SQL. Теперь смотрите, есть же еще куча всяких способов. Вот я говорю, что это 6 из 26 способов классификации SOBD. Вот самый занятный, самый интересующий разработчик способов я вам пытался раскрыть. Это по модели данных. Но есть способы, которые должны интересовать вас. Вот смотрите. Вот топ. Есть такой сайт, кстати, если вы хотите как-то прокачаться. Он называется DB Engines. Это такое рейтинговое агентство, ежемесячно оно публикует рейтинг популярности всех. И на нем, соответственно, вот топ-10 я вывел. Смотрите, вот здесь идет модель данных. Как вы видите, реляционная модель лидирует, хотя вот document store, она тоже занимает определенное место. Вот, и здесь есть еще другие размерности, которых нет, помимо модели данных. Например, если посмотреть на Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, это эти штуки называются proprietary databases сегодня, проприетарными. База данных с закрытым исходным кодом. Кто-то знаком с open-source движением, смыслом понимает, что такое open-source движение? Небольшое количество людей, да? Но смотрите, идея движения, фундаментально, идеолог open-source движения Ричард Столман, он за свободы. То есть он говорит, что непредоставление исходного кода вместе с программой, это лишение человека его фундаментальных свобод. Вот. Но в практическом смысле вот эта философия, ну вам не пофигу, есть у вас исходный код программы или нет? Вы вообще ничего не понимаете, правильно же? Нет. А, вам не пофигу, да? Я не пофигу. Хорошо, вот вам не пофигу. Кому еще не пофигу? Вот мне не пофигу, да. Но я как бы программист. С точки зрения бизнеса и найма, это очень серьезное различие, но совсем в другом. С точки зрения бизнеса, open-source базы данных, это базы данных, которые распространяются бесплатно и свободно. Соответственно, специалисты могут попробовать и научиться, да? И это их способ, это виральный маркетинг, это работает как телеграм, как социальная сеть, попробовал сам, научи другого, да? А на чем же они зарабатывают деньги, open-source базы данных? На вторичных сервисах. То есть там всегда за этой красивой историей про open-source базы данных сидит какой-то закрытый продукт, который по-прежнему продается за денежку. Потому что халяву не искоренить. И если все раздавать бесплатно, то, ну извините, никто вообще ни за что платить не будет. Поэтому они просто, это называется дифференциация. То есть есть бесплатная, и 90% того, что вы получаете, вы получаете бесплатно. Есть сервисы, и за сервисы вы платите денежку. С точки зрения рекрутинга, мы поговорим о трендах при нами, но это, я говорю, означает, что у open-source базы данных, таких как PostgreSQL, MySQL, сообщество гораздо более широкое. В принципе, научиться им проще. И потенциально, ну, рост специалистов на этом рынке, он будет большой. С closed-source базами данных, когда просто так взять и попробовать, хотя вендоры сейчас играют в эту удочку, они дают возможность людям взять и попробовать даже базу данных, за которую нужно платить деньги. То есть вот, чтобы вы представляли разницу. Oracle стоит одна лицензия от 50 тысяч долларов. Типичная лицензия встает в 200-300 тысяч долларов в год. То есть позволить себе лицензию на Oracle может только банки из топ-50. То есть вот в каждой стране, условно говоря, есть тысяча организаций. Эти тысячи организаций являются самых крупных клиентами Oracle. Вот мощь этой индустрии, этой компании. А с open-source там совсем другая история. Там, возможно, в 10 раз больше инсталляций, но все они какие-то бесплатные, дешевые. Вот. Но с другой стороны мы видим с точки зрения тренда, что вот этот лидер рынка Oracle на первом месте закрытый, 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 закрытый. А все, так сказать, новоприбывшие уже открыты. То есть это происходит за счет того, что рынок очень старый и уже практически невозможно на него выйти, если ты не предлагаешь, условно говоря, бесплатные печеньки. То есть и вендоры вынуждены открывать свой ПО и закрывать лишь часть из него, чтобы вообще как-то на этом рынке конкурировать. И практически все, но SQL движение открыто. Теперь давайте вернемся к использованию квалификации. Значит, смотрите, open-source и closed-source — это бизнес-модель. Для вас это означает, что чаще всего специалист по closed-source базе данных более редкий, если это не Oracle, и более дорогой. Модель консистентности врубаться не будем. Это тоже история, уходящая в прошлое. Будем говорить так, что помимо вот этих 60% баз данных общего назначения, есть нишевые истории. И вот одни из них — это нишевые. Но что нужно понимать по поводу всех остальных параметров? Смотрите, база данных различается по назначению. Есть база данных телекоммуникационная, где ее задача — это зачаржить ваш звонок. Она должна отработать то время, пока вам день-день-день в телефоне. У нее там максимум 10 секунд на обработку каждого запроса. Сколько совершается звонков, сколько отправляется смс в секунду? Сотни тысяч. То есть главный фокус этой базы данных — оперативность, предсказуемое время ответа. Есть база данных для аналитики. Вот кому здесь знакомо термин OLTP и OLAP? Мы спрашивали. Смотрите, очень занятно в этих двух терминах то, что OLAP тоже начинается со слов онлайн. Но он на самом деле не онлайн. То есть, смотрите, база данных для аналитики. И вот у меня где-то еще был слайд про BI. Я, к сожалению, мне сейчас… А дайте, знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас просто дек еще отдельно открою у себя, чтобы мне было видеть мой дек. Вот все прочитали пока определение, да? Но смотрите, OLAP — это интерактивная аналитическая обработка. То есть вы можете искать какую-то информацию интерактивно, но для того, чтобы вы могли ее искать, вам нужно подготовить данные. Понимаете? Вот представьте себе историю с телекоммуникационной базой данных, которую я описал. Там никакой подготовки нет. 20 миллисекунд и будь добра зачаржить, да? А если не зачаржило, то звонок просто тупо сбросится, потому что связисты — они люди серьезные, да? Вот. А здесь нужно подготовить данные. И это в Computer Science проблема. То есть нельзя одновременно делать… Это вообще фундаментальная проблема в библиотеке. Вот представьте себе, у вас есть ли куча всяких регистров, по которым данные упорядочены, да? То есть по автору, по топику, по году и так далее. То каждое добавление нового издания требует модификации в куче мест. И это фундаментальная проблема со всеми каталогами и индексами, да? И чем больше вы хотите… Чем быстрее вы хотите искать, тем медленнее вам добавлять. Вот этот трейд-офф и рождает OLAP против OLTP противоречия. Соответственно, вот отдельные OLAP продукты, они сфокусированы на подготовке, на бизнес-анализе. Сейчас я попробую найти термин с BI. Вы меня извините. Вот. Появляется целая индустриальная практика, которая называется Business Intelligence и Data Warehouse. К кому знакомы, опять же, эти термины? Вот. Гораздо большему количеству людей. Удивительно. По идее, этой бизнес-практики не существовало бы, если бы не… Вот это вот занятная проблема с индексацией, да? Занятная необходимость подготовки. Поэтому появляется паттерн. Это называется паттерн enterprise архитектуры. Когда все данные предприятия выгружаются в склад данных, там они подготавливаются. И на этом складе осуществляется как раз поиск вот этих инстанций. И все равно это не бигдата. Представляете? Вот перед бигдатой была еще BI. А сейчас у нас BI уже не модно, и у нас теперь бигдата. Или потратите свои деньги два раза. У вас уже есть BI, и у вас еще есть бигдата. Это одно и то же по сути. То есть она решает одну и ту же проблему во многих случаях. Но тем не менее, хайп, он так вот развивается. Просто там немножко другие методы именно поиска информации. Теперь возвращаясь опять же к рынку труда. Это крупное разделение всех специалистов. Это специалист по OLAP-системам или LTP-системам. Vertica, например, вот была упомянутая. Это OLAP-система. Тибера, несчастная, закрытая, проприетарная база данных, сделанная в Корее, привезенная в Россию на волне импортозамещения и установленная в двух местах. Ну вы поняли. Это LTP-база данных. Значит, вот примерно так с классификацией. И на этом я предлагаю сделать перерыв, потому что вторая часть уже будет про подбор специалистов. Продолжение следует...